Из страны убежало около сотни коррупционеров, это была верхушина. Но вы знаете, что у нас в Украине примерно миллион силовиков и государственных чиновников, а вот и веков и так далее. Из них, как минимум, половина, это те, которые посажены на денежные потоки. Их цель доить плохого и в потоке направлять наверх. Они все люди, януковича, которым нужно каким-то образом сполить. Как это сделать? Кто там в космос? Как? Если не будет закона иллюстрации, даже плохого закона, то придется просто выносить физическое. Понимаете? Вот мы, как организация «Автомайдан», мы поддерживаем иллюстрацию, мы перетекуем этот закон в том числе. Мы считаем, что он в любом случае должен. Потому что без него иллюстрация будет по закону, по закону Линча. Понимаете? По закону мусорника, мусорного контейнера. Мы хотим, чтобы в этой стране не был закон. Поэтому закон нельзя отменять. Его надо улучшать. Как раз сегодня поправки этому закону внесены в Комитет Верховной Радости. Знаете? Знаю. Потому что это можно было сделать гораздо раньше. И это дело просто не тепло осознать. Но пусть они посетят. Суд подождет, пока эти поправки обукрепуют. И мы узнаем, и мы узнаем, будет новый закон. И там будет работа. Зачем же его отменять? Ответка на меня. Кто это? Кто? 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 Как и вы, что мы приедем? Я, как и вы, имею право выразить людей. Это правда. Вы считаете законы диктатурными? Какой ваша линия? Вы считаете вашими идеями? Вы считаете, что вы делали так называемый диктатурный закон? Нет. А потому, что, например, возле юных сейчас возрождается такой же партнерсус. Даже в Кужей связи сейчас поднимется полопроект, банально, о том, чтобы все-таки по паспортам покупать мобильные телефоны, основываясь на том, что такой закон не приходит. И только тогда он почему-то считался диктатурским, а сейчас он явко будет диктатурским. Вы считаете, что по этим диктатурским законам, по-настоящему диктатурским. Например, начались репрессии против автомобильных. Нас начали избивать. Жгли наши машины, устанавливали в галлону, так называемую, когда они видели, что больше пяти машин едут в галлону. Знаете об этом? Знаете, что в Киеве жгли больше двух соток автомобилей? Знаете, это не такая трагическая страница нашей жизни и жизни страны, которые были, несомненно. Так же, как были и другие страны. До всех этих законов надо начинать просто бойню. Я бы хотел нарушать права человека. Вот смотрите, мы на сегодняшний день, когда мы говорим, что мы нарушаем права человека. Мы же нарушаем права человека. По этому закону, только народ не упоминает. Хотя, на фону... Нарушение права человека. Это тоже нарушение прав человека. Правда, есть желание родов, желание гражданского общества в Украине провести реформу. Скажите, а вам не кажется, что на сегодняшний день просто у общества сознательно смещён фокус внимания? Давайте тебе разводим. От сегодняшней власти. От сегодняшней власти. Почему не стоит вопрос? О том, что курс доллара вырос в трое. О том, что пенсионеры поставлены на грань выживания. О том, что на сегодняшний день открыто звучат обвинения... Потому что сегодня определённый вопрос решается. На сегодняшний день помогает, как информационный повод. Просто переключить внимание людей сейчас. Вы придёргиваете. Как вас могут... На вопрос иллюстрации. Почему нет? Нет вопрос коррупции в стране. Нет. Это вопрос к Верховной Раде, а не сюда к Конституционному суду. Так у вас и нет уже Ленуковича год. Уже год уже даже больше. Прыхлотки остались. Которые не проиллюстрированы. То есть по вашему мнению... А схемы работают до сих пор. Была. И после Януковича коррупции нет. Была. Янукович сосредоточивает зла и адский сятона, да? Нет. Это для вас. Сосредоточивает зла – это система. Это повод. Нет. На нашу думку не оборонено. Закон недостаточно радикально. Непотребовало всех. 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 А вот на Майдане вам не хотят ввезти в Бугандо. Кого? Нас. Всех. Тих, кто думает не так, как вы? Нет. Неправильно так. Коррупционно. Коррупционеров, которые сейчас вы пришли и что вы захотите? Закон хочет, чтобы вы отменялись. Конечно. Не надо обменять закон. Но это правды. Вы приходите нам и рассказываете... Так я не депутат, чтобы носить правду. Я не хочу, чтобы зазрубовать